И в завершении темы выборов о конституционных изменениях в Российской Федерации. Как мы помним, Борис Ельцин 31 декабря 1999 года, назначая преемника, сказал в своем прощальном обращении к стране «Я устал, я ухожу» и унес с собой тайну, отчего же он устал. Но вот, наконец, Владимиру Путину, когда он тоже почувствовал накопившуюся усталость, удалось раскрыть эту тайну. Усталость вызывает действующая конституция. Чтобы снять с президента этот груз усталости, лучшие юристы России вносили в нее многочисленные поправки, добавляя социальные гарантии, традиционное определение брака, упоминание о Боге и всякие прочие мелочи, типа перераспределения полномочий между ветвями власти. Многочисленные аналитики обсуждали, в каком качестве Путин сохранит свое влияние на власть, предполагая, что именно для этого вносится в Конституцию Государственный Совет. Другие моделировали те или иные варианты трансфера власти и даже обсуждали кандидатуры возможных преемников. Но вот на заседании Государственной Думы 10 марта была разыграна драма в трех актах. Сначала космонавт Валентина Терешкова предложила две конституционные поправки – отмену ограничения по количеству президентских сроков и обнуление предыдущих сроков Владимира Путина. И не успели депутаты даже подумать, зачем обнулять предыдущие сроки, если снимается ограничение на их количество, как борец греко-римского стиля Александр Карелин предложил провести досрочные выборы после принятия конституционных поправок. Понятно, что на осмысление такого количества информации депутатам Госдумы понадобилось бы немало времени, что могло бы поставить под угрозу конституционный референдум 22 апреля. И поэтому в зале заседаний появился лично Владимир Путин и всех успокоил. Досрочные выборы не нужны, ограничения по срокам президентства нужно оставить. А вот относительно обнуления количества предыдущих сроков, он не против, но что скажет Конституционный суд? Давайте и мы сохраним интригу. Что же все-таки скажет Конституционный суд России о поддержанной Путином поправке, согласно которой после одобрения на референдуме всех поправок Конституции Владимир Владимирович будет баллотироваться в 2024 году на свой уже третий первый срок. Ну а у экспертов будет время подготовиться к трансферу власти 2036 года.